Здравствуйте, я Владимир Николаев, Академия практической парапсихологии Аратрон. Приглашаю вас на онлайн-курс «Магия мозга». Этот курс рождался мною много лет. В магии, которая занимается использованием ментальных сигналов, является очень важной частью работы, которая улучшает, в свою очередь, качество самой работы. Поэтому искать приходилось много и долго. В наставников и учителей нет, пришлось наблюдать, обращаться к опыту, к примерам, вернее, других мастеров, как они это делают. Все работают в разных традициях, в разных условиях. Если я работаю в школе, которая основана на картах Таро, меня, конечно, привлекает именно эта сторона работы. И новички чаще используют готовые ритуальные рецепты, карты Таро, куклы или матрицы, многое другое. Меня, как человека ленивого, всегда привлекала возможность получить результат быстро и не тратя на это много сил. Ну, примерно как в сказке. Подумал, и оно случилось. В какие-то элементы работы со знанием я предлагал в других моих учебных курсах, но один из них, из этих элементов, техника работы с ментальной моделью. Это очень мощный способ получения желаемого. Главное, натренировать себя, натренировать поле, и тогда на самом деле это действительно может быть просто волшебство. В курсе «Магия мозга» мы будем исследовать возможности мозга, устройство волнового принципа передачи данных и в тонких нюансах. То есть мы очень подробно разберем области мозга, которые отвечают за этот принцип, за эту передачу, за расшифровку и кодировку энергии и многое другое. Это очень увлекательно. Чтобы каждый из вас мог точно рассчитать дозировку энергии и получить качественный и хороший результат. В виде примера могу рассказать о некоторых историях в клиентских работах. Как-то клиентка обратилась к просьбе убедить своего мужа дать согласие на раздел «Имущество». Ну, в общем, у них, видимо, ситуация зашла в тупик. И в самой ситуации эмоционального напряжения с обеих сторон было очень много. И как-то повлиять на партнера было просто невозможно. Вот. Потому что они все время находились в поле постоянного сопротивления. Фия прибег к простому способу влияния через сон. Сделал матрицу головы мужа, расписал нужными символами, которые могли бы помочь и с помощью настройки на центр влияния, чтения заговоров, мантр, молитв. Внедрил в его сознание эту мысль. Через пару дней он дал согласие. В другом примере, ну, он не столь романтичный, я вывел из строя шесть тестеров на определение алкоголя в крови, которыми пользуются гаишники. Однажды утром меня остановили на трассе, видимо, была какая-то массовая проверка на алкоголь. Ну, и инспектор, который усадил меня в свой этот грязный автомобиль, ввел со мной просто по-хамски. Я этого очень не люблю. Вот, будь-то я ему что-то должен. Ну, понятно, что он хотел с меня бабки срубить. Я вскипел. Значит, первая трубочка сгорела у него на глазах. Они же там на электронных элементах. Потом вторая сгорела. Потом он уехал, попросил у напарника привезти новый комплект. Привез целый чемодан таких трубочек. Но после шестой сгоревшей он, видимо, подумал, чем я буду отчитываться. Кто сжег трубки-то? Не стал рисковать и спросил меня, кем я работаю. Ну, я ответил, консультантом. Видимо, этот дядечка мастера Маргарету не читал. Ну, и начал выяснять, там, в какой области я консультирую и всякое прочее. Вот так легко и изящно можно устраивать комфорт себе в разных неприятных историях. Ну, не только в них. В жизни полно радости. Правда, когда все хорошо, то и работать-то особенно не хочется. Хочется просто расслабиться и получить удовольствие. В целительстве использование этих технологий вообще является коньком. Если знаешь про корреляцию между биохимией и состоянием сознания, силой энергии гормональным фоном, можно вообще творить чудеса. Можно восстанавливать здоровье, как физическое, так и психическое. А у большинства людей это является серьезной проблемой. Далее, магическая сторона. Ведь именно сознание и мозг управляют нашим качеством предвидения, прорицания, возможностью оказывать магическое влияние на людей, на события и вообще следить за состоянием энергетического тела мага. Ну, если это тело мага, то, соответственно, напрашивается вопрос, оно должно быть всегда в тонусе, оно должно быть всегда сильным. Вот как можно это тело накачивать, увеличивать в размерах, в плотности и так далее. Также можно употреблять эти техники в вопросах освобождения от чужого гнета, влияния, давления от всяких парчей, лярв. Ну, в общем, много этого добра в мире находится. И многие люди, которые не знают, как от этого освободиться, это делать легко. Самое главное условие – это натренировать, натренировать свое энергетическое поле, свою голову, как с этим справляться. Ну, без тренировок, понятно, что мало чего можно достичь. И здесь самая главная фишка – не война и бокс, а гибкость мышления и мудрость. То есть способность заставить противника делать так, как вы желаете. Ну, что-то сродни гипноза, только более извращенно. Вы можете вообще не общаться с человеком, а делать все манипуляции в глубоком удаленном доступе на расстоянии тысячи километров. Вот. И получать при этом очень хороший результат. Курс короткий, состоит из восьми записанных уроков, в каждой из которых обсуждается в живом эфире еженедельно. И начало обучения 22 сентября в 20 часов 30 минут по московскому времени. Это единственное время только для первого урока. Точнее всего, все уроки в записи. И мы обсуждаем один раз в неделю. Урок будет выложен за два дня до начала. Для тех, кто заинтересуется моим предложением. И 22 сентября в 20.30 мы просто первый раз повстречаемся, договоримся о каких-то мелочах, о каких-то особенностях. Потому что в остальные недели начало наших встреч будет в 19.00. Желаю вам приятного времяпрепровождения. Всегда с вами Владимир Николаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова